приветствую вас друзья на канале Даниила и Ларисы как если вы смотрите наш канал то мы недавно приобрели вот такую чудесную вечинницу в магазине greengas romania очень классный кстати магазин продается очень много всяких кухонных ништячков и сделали ветчину из свинины но естественно на этом не остановились ну и как бы кстати если вам интересно как сделать ветчину из свинины у нас есть видео и получилась очень достойная ветчина можете посмотреть на нашем канале в разделе колбасы сегодня мы решили сделать такую ветчину ассорти из курицы и свинины и вот очень многие наши зрители смотрели смотрели это видео и комментировали про просвину ветчину у нас получилось вечера делается в пакете специальном и в нем получился бульон и некоторые комментаторы говорили что это неправильно что это отек друзья могу вас заверить это правильно это не отек это действительно бульон загляните в любую банку с ветчиной и там вы найдете точно такое же желе точно такой же немножко вот подстывший как холодец бульончик поэтому я считаю что никакой это не отек и ничего ничего в этом такого как бы криминального нету но вернемся к нашей ветчине сделаем мы сегодня такую более диетическую ветчину 50 процентов курицы 50 процентов свинины всего у нас килограмм мяса то есть полкило курицы полкило свинины свинину мы взяли грудинку вот такую вот то есть достаточно жирную все зависит от того насколько вы хотите получить пресную ветчину и если хотите более пресную вообще диетическую то можете просто ну вот совершенно сухое мясо жира без всяких прословичей взять если хотите более сочную более жирную это мяско должно быть немножко жирноватенькая и так нам понадобится наша реченица миксер у нас такой планетальный миксер если нету то сгодится и обычный ручной из ингредиентов сколько сахара 5 грамм сахара песка смесь из перцев 2 грамма черного перца 2 грамма белого перца и 1 грамм душистого перца 17 грамм нитритной соли и 3 зубчика чеснока нитритная соль продается во многих интернет-магазинах которые занимаются товарами для колбасника в частности вот мы очень любим магазин ем колбаски работает и в украине и в российской федерации поэтому очень удобно им пользоваться и очень удобно его рекомендовать собственно говоря нитритная соль нужна для того чтобы ветчина в процессе варки не посерела чтобы она не стала серой а имела такой приятный хороший розовый цвет ничем не страшного нету содержание нитрита натрия там всего лишь 0 4 процента то есть совершенно минимальное все остальное это соль собственно говоря друзья приступим а ну и как бы что он еще понадобится как пакет для ветчины то есть они продаются в комплекте с личинницей там 10 штук по моему идет в комплекте но в принципе пакеты также можно купить в интернет-магазине гриль газ романия итак друзья приступим сейчас попросим лариса нам покажет как порезать режем мяско все мяско режем кусочками где-то один тире полтора сантиметра кубиками и для чего нам нужен миксер для чего мясо нужно перемешивать в первую очередь для того чтобы мясо впитала водичку во вторую очередь мясо надо вымесить до состояния так называемая белых волокон то есть чтобы она потеряла свою структуру кусочками она и останется но эти кусочки станут такие волокнистые и вот будет такой эффект как отбитое мясо может быть можно сравнить это нужно для того чтобы ветчина была однородная и сочная если этого не сделать а просто вот так вот кусочками заправить ветчинницу то на выходе мы получим ну не совсем однородную ну вот эти кусочки они будут чувствоваться они будут видны будут в общем она будет кусочками и будет суховатая конечно так режем мясо кубиками не буду утомлять вас процессом нарезки сейчас все нарежем одинаково и вернем после того как все мяско нарезано поместим ее в чашу для миксера и перемешаем добавим все приготовленные специи кому чеснок забыли по измельчить чеснок придавим чесночок чеснок придавим чесночок дает очень приятный пикантный вкус и аромат ветчине но если друзья кто-то не любит чеснок то принципе без него можно и обойтись там так вообще он там нужен добавим 100 миллилитров водички холодной и теперь нам надо наш фарш нашу будущую ветчину хорошенько вымешать помещаем ее миксер и насадкой для вымешивания теста начинаем вымешивать вымешивали мы ориентировочно две с половиной три минуты и сейчас покажем что получилось лариса снимет с лопатки весь фаршик так аромат ненько чесночком перчиком пахнет друзья у нас получилось вот такое вот мяско как видите она разбилась как бы и ну кусочки остались но она вымесилась и теперь она в ветчине будет однородная если вы делали это ручным миксером то надо использовать в комплекте с ручным миксером есть два вида венчиков есть для взбивания есть для замешивания нас надо использовать венчики для замешивания и теперь нам надо поместить наш фарш уже готовые вичинницу для этого помещаем сразу пакет вовнутрь потому что если мы будем пакет набивать то мы его потом в вичинницу не поместим это уже проверено можете не пытаться ну хотя попытаться конечно можно и помещаем наш фаршик пакетик причем вот вичинница тоже есть характерный нюанс и на упаковке и в самом интернет-магазине было написано что вичинница на полтора килограмма но на самом деле в нее еле помещается килограмм фарша в чем прикол я так и не понял мы прошлый раз сделали кило двести так я еле закрыл эту крышку с пружиной но сейчас даже с килограммом я вижу что что-то у меня будут сложности хорошенько уплотним наш фарш и вот таким вот образом закрутим теперь друзья мне надо подключиться все закрыли как видели там поршень с пружиной он будет уплотнять мясом и отправляем вот это вот наш фарш вместе с вечинницей на сутки в холодильник чтобы мяско уплотнилось и завтра друзья продолжим готовить нашу ветчину ассорти прошли сутки друзья и будем готовить нашу ветчину для этого в первую очередь мы разогрели воду до 60 градусов на дно кастрюльки положили тарелку чтобы когда мы будем нагревать воду вечинница не касалась дня кастрюли по той причине что дно от нагревателя то есть от газа или от электрической горелки нагревается значительно больше и у нас могут произойти с нашей вечиной проблемы то есть вода 60 градусов на дно положили тарелку вверх донышком и на тарелку ставим нашу вечерницу на час на отепление после этого приступим готовки друзья прошел час наш наша ветчина отеплилась и теперь надо произвести следующее действие включить нагрев чтобы температура воды достигла 80 градусов но не больше друзья температуру воды надо контролировать вставляем в ветчинницу термометра можно стать чтобы было видно как он вставляется или горячие вот таким вот образом вставляем ветчинницу термометр да 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 и дожидаемся пока температура внутри батона нашей ветчины достигнет 70 градусов когда это произойдет ветчина будет готова и будем ее дегустировать внимательно следите за нагревом воды чтобы она не поднималась вода в кастрюле выше 80 градусов по цельсию температура внутри батончика нашей ветчины достигла 70 градусов и настало время переместить ее в ледяную воду мы подготовили холодную водичку вот так вот кастрюльку и ставим нашу ветчину сейчас дольем туда водички чтобы она полностью полностью охлаждалась даем ей остыть остыть она должна в принципе до 20 градусов внутри батона и после этого друзья на ночь поместим холодильник а завтра утром был завтра утром будем дегустировать поэтому до завтра а завтра покажем вам что у нас друзья наша ветчина охладилась дай мне полотенце у меня руки влажные чтобы открыть наша ветчина охладилась и мы собираемся на рыбалку и там взять ее на бутерброды посмотрим что у нас получилось достаем этот термометр достаем поршенечек и собственно говоря батончик ветчины выходим батончик я не хотел руки пачкать кулечек стянулся и вылезла ветчина отлично просто отлично немножко бульончика запах ума помрачительный друзья давайте попробуем что у нас получилось я вам сейчас покажу разрез так ну что начнем с разреза смотрите друзья вот такая она на среде двухцветная потому что как вы помните мы использовали свинину и курятину достаточно однородная вот совершенно это мяско не распадается ну и попробуем ее на вкус ну что друзья попробуем какая красота надо лизе дать кусочек ли забудешь ли забудет потрясающе очень вкусная такая нежная нежная смотрите то не кусочек он светится такой интересный похож на вещи на рубленую колбасу но это ветчина ну что друзья ветчина получилась великолепная собственно говоря чего и вам желаю рецепт отличные все нюансы мы раскрыли и надеюсь что у вас ветчина тоже получится если у вас есть какие-то вопросы задавайте их комментариях подписывайтесь на наш канал ставьте лайки а мы будем снимать для вас новые интересные видео всего доброго пока